Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале. И сегодня мы опять на экскурсии по уральским лесам с Игорем Серебренниковым. Игорь, что у нас сегодня в экскурсии? Привет, друзья! У нас сегодня очень странная тема. Места силы. Оказывается, в микрорайоне Южный какая яма. Вот если бывали в районе, в завод есть такой биомет, лыжная база Динамо, может быть, катались на лыжах или ходили летом. Так вот, оказывается, здесь очень много странных мест, например, Черное озеро. Вот загадку этого Черного озера нам пообещал разгадать Влад Тимофеев, сейчас мы с ним познакомимся. А здесь мы бродим в районе, который занимал Александровский рудник. И вот огромная гора – это не просто, это рукотворные отвалы. Вот эту табличку – исток Большой Ивы. И тоже смотрим на такой неприглядный ручей, заваленный покрышками. Покрышки. Ну, а то действительно, с такого ручья и начинается вот эта Большая Ива. Большая Ива. Да, местами уже тут воды можно и не увидеть. Тут так стакается, скажем так, временный водоток. У нас реки не блещут красивыми истоками, они попадают в каму. Каму сразу, да? А потом они впадают в каму. Да, они сливаются сначала, и потом впадают в каму, образуя Ю. Причем самое интересное, что Большая Ива меньше, чем Малая. То есть, вот, мы заметили, что мы тут находимся практически в настоящем лесу. Тут природа практически неизменная такая. Вот, если мы, допустим, вот внизу мы видим елово-пихтовый лес, то здесь преимущественно сосновый лес. Пихта. Как думаете, почему тут сосны растут, а там везут? Я предполагаю, что песчаный грунт. Да, правильно. Потому что сосны очень любят песчаный грунт. У нас, допустим, на берегу в районе Соснового Бора там пески, древние речные пески. Рядом с Красновишерском очень много песков. Да, там тоже все древние, речные, даже ледниковые там есть пески. Раскрой тайну, почему здесь такая высота? Да, потому что еще недавно, еще в середине 19 века, здесь леса не было вообще на территории Окрестского перемена. Потому что все было вырублено. Потому что у нас работали медиплавильные заводы, с которых пошла история нашей перемены. И здесь вот как раз в долине реки Ивы было очень много медных рудняков на отвале, в котором мы и стоим. Ага, то есть это отвал. То есть отвальная порода, да? Ребята, под нами сокровища. Да. Потому что в отвалах-то ведь что-то есть всегда самое. Есть. Что-то остается. Ничего себе, сколько всего. Ну вот я знаю, что в отвалах Бымовского завода содержится несколько тонн серебра, золота. Потому что действительно, там все медистые плещаники зачастую содержат содержание серебра, причем иногда даже в промышленных содержаниях. Сколько их, какое огромное количество. Рудники там бывали где руду. Да, вот мы здесь находимся, и везде вот эти точки, это все рудники, рудники, рудники. Почему вот это так вот получилось? Это потому что такое вот у нас оруднение произошло. У нас давайте отправимся немножко в прошлое, на 250 миллионов лет назад, когда... Давайте. Да, когда вот тут у нас... С динозавром? Какой период? Да еще раньше динозавром. Это пермский период. Да, пермский период. Молодец, давай, давай пять. Вообще, красавчик. Вот, тогда у нас столкнулись две литосферные плиты, восточноевропейская, сибирская, образовались огромные уральские горы. Они старые же были. Самые высокие на планете. Да, в то время, да, были. Эверест просто от зависти курит. Какие высокие это были горы. Да, они образовались такие большие и начали постепенно разрушаться, потому что это все равно природа, ветер, дождь, все это постепенно разрушало горы. А есть предположение, какой высоты они были? Ну, до 10 километров. Представляете, Эверест это 8-800, а это выше 10. То есть были огромные высоты горы, и медь вымывалась из этих месторождений, носилась многочисленными реками, которые отстекали у нас с этих гор, и отлагалась вот тут на излученных рек, на каких-то вот таких вот местах. Местер я отушил, местер. И тут стали отлагаться медный минерал, отлагалась в виде двух минералов, малахита, азурита, главных минералов. Малахит имеет зеленый цвет, азурит голубенький. Зеленый, это как зеленый, и с кружочками такими черненькими. У меня есть малахитовая черепашка. Ну вот, классно. Точно, знает даже. Да. То есть вот тут, в принципе, можно как раз... Он поделочный камень. Да, но у нас, конечно, таких вот поделочных разновидностей нету. Вот, потому что у нас малахита образует такой цемент среди песчаник, то есть сцепляют эти зерна песчаные. Вот. Кроме малахита есть еще и азурит. Еще есть такие редкие минералы, как куприт, например, он красный цвет имеет. Красный цвет имеет и самородная медь. Куприт красного цвета, мы не знаем. Да, вот и самородная медь тоже у нас встречается в медистых песчаниках. Встречаются и сульфиды меди типа халькозина. Они серенькие, их сложно вот так вот определить. Про эти сульфиды меди тоже такая интересная история. За счет того, что они серые, их никак не увидишь. Древние рудокопы не могли их определить. Поэтому они выбрасывали всю эту породу сульфидную в отвалы. Все в отвалы. Да, а потом, когда на поверхности эти сульфиды окислились, то как раз получились малахит и азурит. Вот и говорили, что вот земля снова в руду родила. А, это, собственно, шахта. Да, вот здесь была как раз шахта. Это была шахта. Здесь была вертикальная шахта. Иногда вот сухой лед там даже это можно увидеть. Вот, посмотрите, вот эту медную зелень, например. О, какая прикольная. То есть, можно достать, посмотреть из этого, из пакетика. Сейчас достану. Даже достать ее можно. Я не знаю. То есть, вот такое можно было как раз на отвалах. Сегодня хорошая искусствия, хорошая. Они все классные. Вишина зеленого. Прикольная, прикольная, прикольная. Зеленый цвет. То есть, вот такие образцы медной воды можно спокойно вот на отвалах найти. Медно привлекло. Расскажи немножко о себе. Ну вот, я по специальности геолог. Кончу в Премреский университет. И в 11-м году и с тех пор работаю в сфере геологии. Попотно увлекаюсь туризмом. Туризмом разным. Начиная от геологического. Заканчивая изучая всяких интересных исторических, кариевических сведений. То есть, постараюсь ездить по Премрескому краю, по Уралу, по всей России, чтобы какие-то интересные точки посещать. Круто. А скажи, сегодня на нашей экскурсии, что мы увидим примерно хотя бы? Мы увидим хорошо сохранившиеся медные рудники. Ознакомимся, вот как добывали медную руду, там шахтами, штольнями. Увидим старые отвалы. Поищем сами интересные образцы. Малахита, Азуита. Весик привезет. Всегда мечтал найти именно медные рудники. Вы видели, у нас на канале есть уже ролик про железные рудники в Горнозаводском районе. А медных рудников я еще не видел. Ну, кроме Гляденовской горы, и то там. Под вариантом. Ну, под вариантом, но достаточно вероятно. А где, если не секрет, ты был на каком железном руднике? Троицкий железный рудник. Это какой? Около Пашии? Да, нет, это не около Пашии, это на Усхоеве. На Усхоеве, выше Усхоева, да? Мало такой известен. Ну, мне тоже рассказывали, что там даже эти шахты сохранились. Шахты сохранились, да. Тем ель отличается от пихты. Ель и пихта, вспоминай. У елки они колючие, а у пихты они такие мягкие. Да, правильно. А пахнут они еще по-разному, правда? Да, по-разному. А вот стволы уже сложнее, наверное, более гладкая пихта. Это вот пихта такая огромная, пихта, мы же их видим маленькие. Вот пихты такие пузырьки с смолой, протыкая которые, может быть, вот пузырьки. Вот они как тресканные, как чешуя получается. А это ближе к сосне, да? Это ель. Я имею в виду ствол, как у сосны, такой шершавый, с расслаивающейся корой. Смотри, это смола. Да, но если залезешь, то больше смолы. Да, и более такой смоленистый. Я лентарь хочу. В детстве протыкали спичкой вот эту смолу, бросали в воду, и спичка как будто бы сдвигательная. Точно, точно, да-да. Дала очень быстро двигаться. Да-да, мы в лагере тоже так делали, все прикольно. Эликтом этих лесов можно, с одной стороны, считать лес Липовой горы. А потом, когда начался ледниковый период, все такие теплолюбивые широколесные растения, они вступили туда южнее. И вот у нас тут стали расти вот эти елово-пихтовые леса. А потом сейчас наступило небольшое потепление, и вот эти широколесные растения немножко продвинулись на север. Охотники отмечают, что даже животный мир и тот изменился. То есть стали появляться в наших уральских лесах южные звери. За помощью царя, а здесь весь ее, да. Это контраст. А ведь правда. Километр, если идти вдоль реки, можно выйти к каме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классеты от этой воды нет. А, тут Lol Немо. Ну, они могут идти внизу. Лягушка, лягушка придает, лягушонок только поймёт. Ещё, нифига себе. Такие гонки, лягушачьи гонки. Мирош, дай ручку. Что такое увлекательное будет? Опасное и увлекательное будет искусство. Вода цветёт. Я и сказала, держи руку. А вот он бы вспомнился, вот был бы предел. Мы бы тебя, мокрую лягушку передали. Был бы земноводным почётным. ПОДПИШИСЬ! Куда ты завёл нас, Сусанин герой? Вон, по лесу гуляем, наслаждаемся природой. Становится всё темнее. Куда идём-то? Всё темнее и темнее. Идём впереди совершать минералогические находки. А, то есть сейчас будем медь искать? Да. Нифига себе, вот классно. Ладно, ради этого. Медные минералы можно найти и на отвалах рудников. Здесь тоже есть хорошие места, где как раз песчаники выходят по берегам реки. Но можно найти и зелёненькие, и голубенькие камушки красивые. Так, ну с голубенькими мы подождём, зелёненькие, ладно, возьмём. Так. Всё, всё. Ради этого можно и страх перебороть. Сейчас, конечно, темновато, но надеюсь, что-то найдём. Влад показал нам залежи медистых песчаников. Вот эти вот серые камушки, это та самая медь. Нифига себе. Трудно поверить. Медлайн, ну да. Давай покажи. Я там вот именно играю. И крупные облёночки. О, ничего себе, там что-то блестит. Что-то блестит, ну да. Смотрите. Как же, поездоченько. Я посмотрел, я посмотрел. Класс. Ну, у нас-то блестит. Может это золото? Влад, а золото может быть? Ну, у мельских песчаников незначительное количество золота всегда присутствует. Чтобы настоящего золота? Так видишь, блестит. Какой-то, какой-то. То есть, конечно, на святую лучше все видно. Я бы себе один камушок не хотела. Это какие-то отставки есть. Поверьте себе, как кружочек. Ну, может быть, да, что-то такое вот. Ну, я думаю, что вот здесь можно найти, наверное, какие-то отпечатки. Это порода? Это отвал, да. Пустая порода. Да, но там можно тоже кусочки песчаника найти, в том числе с медной минерализацией. То есть, если где-то вот идешь вдоль лога и вот такая, как-то непонятно... Такие вот хохолменькие, то можно предположить, что это старый рудник был. А почему говорят рудник? Это такой термин, так сказать, профессионализм. Как нефти. А если нож, то в них... Это как добыча, нефти. Да, да. Ну, ты что-то мы помоем, и там еще не учим. Вот. Так, как только в течение дня, но и в течение дня ты думаешь с детьми. Продолжение следует... Быстро ценой. Просто мы в течение дня, чтобы и в течение дня. А как дни, ну, ты не хвелый, а как я договорюсь. А я верю, что в течение дня у тебя наour. Батву из течение дня. Просто я в течение дня у тебя. Это как раз у тебя течение дня. Можно с детьми. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...